Всем привет, с вами Петрович. Ребят, будучи в командировке, я заказал себе вот такой классный рюкзак. Конечно же, красного цвета. У меня курка красная, телефон красный, часы с красными стрелками, блин. Будет еще и рюкзак красный. Обошелся он мне со всякими там бонусами, там плюшками в 850 рублей. Если честно, я не сильно переживал о качестве. Думаю, ну это Китай, все будет вот так вот торчать, все будет полный брак и так далее. Ну и, собственно, сама ткань. Когда же пришел данный рюкзак, я просто удивился. Ребят, качество реально на высоте. В него поместится ноутбук, я уже примерял. То есть мой ноутбук диагональю 15,6 дюймов. Здесь есть несколько отделений. Молнии, все хорошо работает. Карман досюда. Скажем так, сами лямки достаточно большие, то есть легко открывать и закрывать. Следующий карман. Немного тоже побольше, то есть достаточно вместимый. Имеется, скажем так, два кармана под термос. Давайте посмотрим, влезет ли мой любимый термос в этот рюкзак. Потому что для рыбалочки рюкзак, для командировок, в принципе, пойдет. Вмещается. То есть как будто для этого термоса его на самом деле и шили данный рюкзак. И самое основное отделение имеет, скажем так, две застежки, там или как их назвать. Здесь имеется один карман. И одно большое отделение. Как я уже сказал, что ткань сама по себе плотная. Вода непроницаемая, я бы сказал. Это не какая-то подобная наклейка, то есть это прикольный такой логотипчик. Имеется одна такая ручка и вторая ручка. То есть можно, видимо, за что-то вешать и так далее. Сами, я не знаю, как назвать, крепление для плеч. Выполнено из такого прикольного материала. То есть все это мягко. Шов достаточно прикольный. То есть все это прошито прочно, на мой взгляд. Ну, знаете, кирпичи в нем таскать не собираюсь. Ну, нагрузка, я думаю, максимум до 5 килограмм. Ну, ноутбук, какие-то приблуды и так далее. Покупкой я доволен. Повторюсь, что обошелся мне всего лишь 850 рублей с бесплатной доставкой. Я могу порекомендовать, в принципе, этого производителя. То есть за такие небольшие деньги вы получаете качественный товар. Здесь нет, кстати, выхода для USB. Я не стал рассматривать такой вариант, потому что я не меломан. У меня, допустим, нет необходимости носить с собой какой-то пауэрбанк. И если даже в нем появится необходимость, я просто положу сюда и выведу какой-то провод. То есть для меня, в принципе, проблем не составит. То есть, знаете, я там не какая-то капризная привередливая человек. Поэтому, ребят, покупать можно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!